В эфире криминальные новости. Это проект Зона Икс. Я Александр Смирнов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Почти полцентнера психотропа. Житель Гродно проигрался в онлайн-казино и хотел вернуть долги, работая на наркомаркет. Дело слишком личное. Житель Витебской области фактически организовал подпольный публичный дом. В его команде трудились пять девушек. И неожиданная смена сезона. На популярном курорте в Турции выпал снег. Непогода осложнила подготовку к туристическому сезону. Почти полцентнера психотропа изъято у жителя Гродно. Изначально 24-летний фигурант был задержан еще в середине февраля. Он перевозил в машине почти килограмм клефедрона. Мужчина стал сотрудничать со следствием. И так выяснилось, что меньше года назад молодой человек уволился с официальной работы, так как хотел получить отпускные, чтобы рассчитаться с долгами. Финансовые трудности у него начались после провала в онлайн-казино. Он даже искал работу через объявления в интернете. Но судьба распорядилась иначе. Через некоторое время с ним связался человек, который предложил хороший, а главное быстрый заработок. Обвиняемому необходимо было забирать мастер-клады с наркотиками, которые были уже расфасованы на части. А после раскладывать их на территории Гродненской области. Мужчина согласился. Посредством переписки куратор стал учить молодого человека нюансам незаконной деятельности и мерам конспирации. После окончания обучения житель Гродно стал распространять психотроп. Через несколько месяцев обвиняемый решил завершить свою преступную деятельность, о чем сообщил куратор. На что ему пояснили, что просто так с такой работы нельзя уйти. Стали угрожать физической расправой. И, видимо, чтобы не потерять ответственного работника, ему предложили повышение. Он согласился. Еще несколько месяцев молодой человек работал на наркошоп, а когда полностью рассчитался со своими долгами, в очередной раз решил уйти из наркобизнеса. Но и тут его ждала неудача. В адрес мужчины снова стали поступать угрозы. Но в итоге все закончилось в милиции. Изъято почти 45 килограммов психотропа, принадлежащего фигуранту. В мобильном телефоне мужчины обнаружены многочисленные данные с координатами закладок. При этом в СК отметили, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, а на предприятиях, где до этого работал, ценился достаточно высоко. Решил проучить за плохое отношение к матери. В Слудском районе пасынок до смерти забил своего отчима. 51-летний мужчина вспомнил детские обиды и пришел к 67-летнему пенсионеру отомстить. Вместе со своим знакомым подозреваемый избил мужчину. Когда пострадавший упал, сын добил его ножкой от стола. От полученных травм пострадавший скончался. Соседи обнаружили мужчину мертвым и вызвали милицию. Пасынка задержали сразу, а его сообщника немного позже в России, куда он успел сбежать. Началась трудоемкая аналитическая работа следователя по сбору доказательств. Допрошены более 20 свидетелей, изучены и приобщены к материалам уголовного дела в заключении 10 судебных экспертиз. Проведены проверки показаний на месте, очные ставки, осмотрены и проанализированы документы и объекты. Комплекс проведенных следственных действий позволил предъявить 51-летнему мужчине обвинения по пунктам 6 и 15 части 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц. Минским областным судом он признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы. Второй соучастник был объявлен в международный розыск. К слову, 34-летний мужчина спустя 6 месяцев был задержан на территории соседнего государства и экстрадирован в Беларусь. Несмотря на то, что фигурант не признавал свою причастность к убийству, пытался скрыть следы совершения им особо тяжкого преступления и запутать следствие, его вина была доказана в полной мере. Ему предъявлено обвинение. Санкции прокурора к фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Под покровом ночи ломом вскрыл дверь торгового павильона и похитил из кассы 500 рублей. Оперативники уголовного розыска столицы по подозрению в совершении кражи задержали 29-летнего меньчанина. Сообщается, что преступление было совершено на улице Толбухина. Кроме денег фигурант забрал с прилавка 4 упаковки сигарет. Установлено, что объект не был оборудован сигнализацией. Известно, что задержанный нигде не работает и ранее был судим за аналогичное преступление. Следователи дали действия мужчины правовую оценку и возбудили уголовное дело за кражу. В Беларусь пытались ввести фуру, угнанную в Испании. Магистральный тягач ИВЕКа прибыл в литовский пункт пропуска Медененка, чтобы дальше оказаться в нашей стране и начать оформление в каменном логе. Оказалось, что 7-летний автомобиль на испанских номерах уже как две недели находится в международном розыске. Пограничной полицией Вильнюса начато досудебное расследование. Водитель, гражданин Узбекистана, после беседы отпущен. Сам тягач стоимостью в 50 тысяч долларов теперь находится на пограничной станции Вильнюс в ожидании долгой дороги домой. Далее в программе обзор дорожной обстановки. О самых серьезных происшествиях расскажет Владимир Королев. 12-летний подросток пострадал в Минске. В одном из дворов микрорайона Серебрянка школьник попал под колеса Тойоты. Судя по всему, парень внезапно вышел на дорогу из-за припаркованных машин, чего никак не ожидал водитель. Вместо уроков школьник оказался в больнице. Еще один наезд в столице произошел минувшим вечером на проспекте Независимости. Водитель Ауди сбил 22-летнего парня на самокате, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый. Пострадавшего увезла скорая. Сразу несколько аварий с выездом на тротуар и зеленую зону произошли в столице. На партизанском проспекте столкнулись Тойота и Ягуар. После удара британский седан оказался за пределами проезжей части. Пострадавших нет обстоятельства и причины ДТП, выяснит дорожная инспекция. Это последствия пьяной поездки на улице Асаналиева. 27-летний водитель за рулем Мазды, подъезжая к переходу, не справился с управлением. Выехал за пределы дороги, снес светофор, а после врезался в разделительное ограждение. А свидетельствование показало 1,3 промилле алкоголя в его организме. Лишение прав за поездку на велосипеде и 50-летний житель Солигорского района попался пьяным инспектором ГАИ. Так как велосипед был с мотором, а свидетельствование показало свыше 0,8 промилле, помимо 5-летнего лишения прав мужчине грозит и штраф 7400 рублей. Далее перерыв на рекламу. Через несколько минут мы продолжим. Это программа «За наекс», и мы продолжаем наш выпуск. Дело слишком личное. За организацию «Интимуслуг» задержан житель Витебской области. Как выяснили правоохранители, 52-летний мужчина работал с сутенером с октября минувшего года. В его команде трудились 5 девушек. Для оказания подпольных услуг мужчина предоставлял свой дом. За одного клиента жрецы любви получали от 50 до 100 рублей. Дома у подозреваемого оперативники обнаружили свыше 2500 долларов. Следователями возбуждено несколько уголовных дел за организацию использования и вовлечения в занятия проституцией. К нему применена мера пресечения в виде заключения по стражу. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Столичные оперативники при силовой поддержке спецотряда «Алмаз» задержали 37-летнего жителя Минской области. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над племянницей. Впервые действия сексуального характера фигурант совершил в 2012 году по месту жительства, когда девочка гостила у бабушки. Ребенку на тот момент было 4,5 года. Позже он неоднократно повторял аналогичные действия, в том числе в Минске, где потерпевшая проживала с родителями. Девочка никому не рассказывала о случившемся. Информация о возможном растлении школьницы поступила оперативникам Ленинского РУВД из учреждения образования. Следственным комитетом дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело по факту совершения сексуальных действий насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Махинации в сфере автобизнеса вскрыла белорусская таможня. Один из случаев произошел в конце прошлого года в пункте пропуска Козловичи. На Кыргызском Лафете намеревались ввести из Германии в Кыргызстан 6 авто. Среди них совершенно свежие BMW, Range Rover и Mercedes. Реальную стоимость машин, которые оцениваются более чем на 1 миллион евро, занизили почти в 2,5 раза. Такая махинация позволила бы сэкономить на таможенных платежах более 600 тысяч рублей, что является крупным размером. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как рассказали в ГТК, такие махинации при перепродаже легковых автомобилей из стран ЕС и США на территорию ЕС транзитом через Беларусь не редкость. В большинстве случаев реальная стоимость занижается в 2 раза, а в некоторых и в 5. Только в текущем году выявлено 45 аналогичных правонарушений, причем в 6 из них усматриваются признаки уголовных преступлений. 82 тысячи рублей задолженности перед поставщиками. В Молодечно бизнесвумен на протяжении нескольких месяцев получала от организации товар, за который не расплачивалась. Денег не дождались 9 снабженцев. После того, как мадам доставляли груз, она без зазрения совести реализовывала продукцию в своих торговых точках. В основном это был алкоголь. Прибыль, конечно, получала, однако вместо того, чтобы рассчитаться по долгам, женщина оставляла весь на ваш себе. Пример. Тратила выручку на текущие расходы фермерского хозяйства своего мужа, а также погашение кредитов. Было установлено, что с февраля 2022 года директор не могла производить оплаты за полученную продукцию из-за просроченной кредиторской задолженности, при этом продолжая получать товар. В последующем она не планировала рассчитываться за поставленную продукцию, хотела ликвидировать предприятие и вывести из оборота свое имущество и деньги. По факту мошенничества в особо крупном размере следователями возбуждено уголовное дело. Поводов несколько. Итог один. Статья за мошенничество. Так отличился 31-летний житель столицы. В милицию обратился руководитель предприятия, где работал мужчина. Директор попросил подчиненного помочь ему найти и купить автозапчасть. На оплату босс передал сотруднику 900 долларов. Однако ни детали, ни денег начальник не дождался. Ну и после этого работник вновь умудрился вытянуть из руководителя наличные. Причину придумал печальную. Якобы полторы тысячи рублей нужны на похороны матери. Как тут отказать? Я работал в организации. Директор обратился ко мне, чтобы я мог приобрести запчасть на автомашину. Я ее нашел. Он дал мне определенную сумму денег, но потратил ее в своих целях. И затем еще я взял у директора денег на адвоката. В ходе разбирательства оперативники установили, что его мать жива, а к адвокату мужчина не обращался. Известно, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе мошенничество. Следователи дали правовую оценку действия мужчины и возбудили уголовное дело. Продолжит выпуск обзор чрезвычайных происшествий. Хронику самых серьезных подготовила Елизавета Локотко. Покурил, не затушил сигарету и вспыхнула искра. Минувшей ночью спасатели боролись с огнем в Островецком районе. Горела хозяйственная постройка. Хоть пожары и укротили оперативно, тем не менее, пламя успело повредить кровлю, стены, а также вещи. Обошлось без пострадавших. Режим чрезвычайной ситуации введен в Верхнедвинском районе. Причина – рост уровня воды на реке Западная Двина. А в Витебском районе зафиксирован инцидент, который уже классифицирован как ЧС природного характера. В результате подъема воды в Западной Двине произошел подмыв берега с разрушением участка грунтовой дороги между рекой и дачными поселками. Не исключено, что это может обернуться еще более крупными последствиями. Например, повлечь осыпание дороги и привести к обрушению построек. Спецслужбы делают все возможное, чтобы не допустить серьезных последствий. В Могилевской области помощь спасателей понадобилась дважды. В регионе произошли две серьезные аварии. В первой – в Могилевском районе столкнулись грузовики МАЗ и ИВЕКО. В последнем – зажало водителя, его деблокировали бойцы МЧС. Следующее ДТП произошло в Кричевском районе. Там Газель столкнулась с легковушкой «Фольксваген». Из салона немецкого авто не мог выбраться пассажир, его достали спасатели. Пострадавшие в ДТП госпитализированы. Спецоперация по спасению котика развернулась в Скиделе. Четвероногий больше суток провел в моторном отсеке автомобиля и никак не мог выбраться наружу. У спасателей была весьма сложная задача и хвостатого достать, и машину не повредить. Они демонтировали расширительный бачок, открутили провода и вытащили котика. Неожиданная смена сезона произошла на популярном курорте Чешме в Турции. Он располагается на побережье Игейского моря. Сообщается, что град и снег при силовой поддержке штормового ветра выпали в трех районах полуострова. Погодная аномалия принесла и некоторые трудности. Пожарные службы помогли тем, у кого автомобили застряли в снегу, а также устранили последствия стихии. В это же время мэр города Тунч Сойер призвал людей не паниковать. Он отметил, что подобная картина в апреле не означает, что речь уже идет о климатическом кризисе. Такой была программа «За наикс сегодня». Увидимся завтра на Беларусь-1. Криминальные новости есть на YouTube-канале проекта. Также следите за нашим аккаунтом в Instagram.